Егор Летов Сказать о нем лучше других Когда первый раз был на концерте? Это был, наверное, 94-й год Это был русский прорыв какой-то? Нет, на русском прорыве я не был На русском прорыве был и Ростовский Я даже не помню почему Мы с Зиминым что-то как-то собирались, но не попали Нет, а был концерт Это было не ДК бронетанковых войск А что-то Ну что-то такое смежное Это было где-то в текстильщиках, а это была акустика Вот был такой первый акустический Ну, в смысле, на котором у меня был акустический концерт Это был, наверное, год 94-й Потом я ходил, собственно Практически на все концерты 90-х Которые были в Москве Кинотеатр Марс, кинотеатр Улан-Батор Марс, Улан-Батор, Авангард Где, собственно, я В Орехов Борисов, где я вырос Что тогда был концерт Гражданской обороны Я помню, у меня были приятели, которые Которые поехали на концерт в кинотеатр Марс Они шли от метро через какой-то сквер Говорят, мы слышим там Какие-то крики Разбивается, грохочет Кричат, бей жидов Они посмотрели друг на друга Как-то нет Давай, может, как-нибудь в следующий раз Это было все Как-то так Страшно, пугающе, дико Ну, в общем, да По нынешним меркам Это, конечно, были довольно дикие мероприятия Но в целом Ничего такого специального страшного Не происходило Там главная сложность была Чтобы проникнуть в Непосредственно в зал Потому что это было особое развлечение Вне зависимости, там есть у тебя билет Не у тебя билетов Просто, ну, как бы толпа панков атакует Вход И чтобы туда попасть Ну, требуется известное Как бы даже не мужество А просто элементарная Какая-то ловкость и сноровка Я помню, что в том же То ли Марсе То ли, я не помню, как назывался Кинотеатр На Соколе Наш приятель Берт Тарасов Просто был вынужден вызвать Конную милицию И она приехала Разогнала фото И мы там с Бертом триумфально вошли Вот Но Чтобы какие-то были Ну, как Там Разумеется После там Исполнения песни Финальной Русское поле экспериментов Обычно так Когда народ Расходится Сообразив Что продолжения не будет Ну, обычно кто-то Два-три человека Лежали в луже крови Но Так это, в общем, было Что называется По обоюдному согласию Хотя Была какая-то Ужасная история Когда на концерте Кого-то зарезали Про то, что Потом сам Егор писал Ну, это какие-то Это уже такие Цеховые разборки Эти скиновские И так далее А так эти концерты Ну, то есть Я не знаю Не то, что прям какой-то там Гиперальтернативный Неформал был Я старался ходить практически На все концерты Но ничего как-то не убили Ну, ничего страшного не происходило Но жанрово Это было действительно Такое По этим концертам Я, конечно, скучаю В Питере Особенно В Питере, поскольку Была более лютая публика Чем в Москве Знаменитый концерт В Поликоне Когда там Начали распылять Какой-то там Веселящий газ Когда Кузьма выходил на сцену И что-то там Пытался увещевать Но в целом Это достаточно уникальный жанр Который умер Которого нет Конечно Все обороновские концерты Так называемые Цивильные В Апельсине Точки И все такое прочее Все то, что на видео снято Да-да-да Ни в какое сравнение Не идут Потому что Ну да В общем Такое Конечно Приключение Пойти на оборону Ну С девушкой не сходишь Что называется А познакомился ты когда С артистом А Мошенническим образом Просто Втерся в доверие Потому что Поскольку Меня Как ты говоришь Артист Всегда крайне интересовал С малых лет И это Наверное Был год Девяносто Девятый Может быть даже Восьмой Ну как бы Триггером Послужил Вышеупомянутый Олег Тарасов По прозвищу Берт Такой старый панк и подвижник Который Если Ну то есть Он много чего В жизни переделал Но если касаться Непосредственно Егора Он Издал первым на виниле Альбом про Экскок Вот И Тогда еще в девяносто Да 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 Вот собственно Вот это первое издание Да Заклеенный Да 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 Продав для этого там Свою квартиру в Сочи Там и так далее и так далее Ну и вообще был такой Как бы вот При группе И А я тогда уже Именно кстати Именно благодаря Берту Я уже начал тогда как бы Общаться там Со всей этой там Как бы условной там Около Егоровской комари Рок-н-ролл Черный Лукич Вот Прекрасный великий человек Покойный Ну и вот А Но Помню что Берт как-то Мы даже с Бертом Поехали встречать Егора Летова В Домодедово В какой-то аэропорт О чем сам Егор Летов не поздравил Мы с Бертом приехали То ли на час раньше То ли на час позже В шесть утра зимой Ну то есть Ну как бы уровень Вот это был такой А Познакомились мы с ним Когда я брал у него интервью Это был Наверное был год девяносто девятый Я взял у него какое-то интервью У него Совместно с братом Они как раз только начали с Сергеем Как раз вместе играть И Ну интервью было так себе Как то не было Не в этом дело Но Потом Я помню Я помню что Был еще тогда Журнал такой Жалюз И я туда писал Какие-то идиотские обзоры музыки Которые никак не Это были как бы не новинки А просто Просто Как какое-то странное Музицирование И Летов увидел Один из этих обзоров Он был по-моему Про какую-то японскую Вот это вот Какую-то странную Бредовую Вот эту вот Психоделию И крайне этим заинтересовался Вспомнив меня Что я как раз с ним говорил И Что-то не знаю И я Естественно Я ему был Абсолютно Естественно Нахер не нужен Но вот именно Как поставщик музыки Вот на этом мы и сошлись Я Так сказать Отгружал ему Как N Компактов Которых у меня было В достатке Начали меняться Что-то там Начали друг друга переписывать И вот таким образом Я втерся в доверие А потом как-то мы уже Немножко подружились Вот ты говорил Что Точнее ты писал В предисловии К этой книжке Оффлайн Что Интервью было Брать сложно Особенно поначалу Конечно Он был Закрытый человек Нет Поначалу Это был Дикий ад То есть Это был Мало с кем Мне было так комфортно Общаться И то почему я так скучаю Во все эти десять лет Как вот По общению Которое у нас В итоге сложилось А поначалу Конечно Я прекрасно понимаю Что есть огромное Количество людей Которые считают Что Егор Летов Это какой-то странный Как бы злобный Такой какой-то Какой-то непонятный Мудак Такой типа Якобы Какой-то амфетаминовый Пьянчушка Который Ну это вообще Совершенно не так Да Но первое Ну то есть Он просто Он естественно Он как бы Он не пускает И Ну в общем-то И правильно делает Ну у тебя Был какой-то Диссонанс между тем Что ты представлял себя про него И тем какой он На самом деле Оказывался Он был похож на Твое представление о нем Наверное да Все Все оказалось так Все в итоге Оказалось так Как я и думал Потому что Ну как сказать Все эти странные Все эти домыслы Которые Они же были В основном на уровне Даже не столько Звуковом Или там Или словесным Сколько Чисто визуальным То есть в принципе Для меня Летов был такой Ну скорее Это скорее такая Ну как бы Голливудская история То есть это в общем Ну вот это Ожившая как бы Физиономия в черных очках За колючей проволокой Это в принципе сродни Ну как бы там Не знаю какой-то там Какому-то Оскалу Николсону Да Николсона в В двери И так далее И так далее Поэтому Ну просто как бы Вот этот фильм Он как-то Вдруг перетек Как-то И стал тебя Из тебя окружать Нет-нет Это все Это было все Ровно то же самое И Да На кого он вообще был В жизни похож У тебя есть какие-то Ну не знаю Ассоциации Литературный герой там Или персонаж из кино Или Какое от него было ощущение Я единственный человек Который Ну это правда Скорее работает в обратную сторону Я несколько лет назад Общался с композитором Мартыновым И вот это единственный человек Когда я его слушал Я вдруг понял что он поразительно похож на Егора Летова В интонации, в подаче, в разговорах То есть я таких В принципе я Склонен думать Ну я не очень верю Как бы уникальность людей Все это более-менее одно и то же Но вот в случае То есть вот Летов и Мартынов Это удивительная параллель Я кстати и Федорову про это сказал Он так в принципе Ну скорее кивнул Но по-моему Как бы не очень Как бы разделил всю эту историю Но это Это поразительно То есть это вот Это такое как бы Абсолютная Абсолютная вот это Такая Упертость интонации Нацеленность И так далее И так далее И так далее И в этом смысле Смерть этого Катастрофа Потому что он должен был жить Ровно до таких лет Потому что эти Эти года ему шли То есть это не Как бы не Не Ну как бы так сказать Не заложено было Вот В его природе Вот Умереть там условно говоря В нашем с тобой возрасте Это не то Он Да Пожалуй только Мартын Внешне Но это Это реально поразительное совпадение Интересно что Мы сейчас разговариваем Вообще наверное вся эта Вся эта история Возникла Совершенно естественным образом Сейчас разговариваем о нем Как о таком Ну большом Таком культурном герое Национальном А Ты можешь вспомнить Вот в момент вашего знакомства Когда ты брал у него первое интервью Вот В той системе Ценностей Которые Были В тех редакциях Куда ты эти интервью приносил В какой-то Культурной иерархии Ну как на него люди смотрели тогда Вот что это было такое В конце 90-х В начале 2000-х Ну да Мне это как раз То есть я понимаю Что это все Все конечно к лучшему Чтобы не случилось Все к лучшему Как собственно пел сам Артист Но Вот эта нынешняя как бы тенденция Превращать его в какого-то Встраивать его в какую-то Вот эту так называемую Какую-то русскую культуру Какую-то вот это все Ну как бы делают из него Какого-то Деда Мороза странного Как Степанов писал Бюстик на каменной полке Ну как бы Ну это все это Мне кажется Я все это Я всегда это воспринимал Мне кажется Так и нужно это воспринимать Это в любом случае То что называется вот как бы Идиотическим термином Какая-то глубоко Альтернативная музыка Это абсолютно какое-то Вот невмешательство во что бы то ни было И ровно с этих позиций Как бы это и хорошо Потому что То есть как бы Отдельно от всего Да Ну потому что Ну условно говоря То что как бы В 90-е годы Так или иначе Обволакивало его Из-за как бы русского прорыва Из-за как бы политических дел Но на самом деле Ровно все то же самое Было как бы в конце 80-х Потому что когда там Значит То есть это как бы была музыка Для каких-то Отщепенцев ПТУшников И второгодников Это ну как бы Это всегда было Ужик страшным голосом материться Какие-то Это было что-то Какая-то Какая-то грязная И малопонятная Ну то есть Звук плохой Да Малообъяснимая чушь Это было как бы Это было Вовне абсолютно То есть это все Какие-то вот Ну в мокрой постели Голое тело Ну как бы это И потом это В 90-е годы Это логическим образом Продолжилось через русский прорыв Как бы через заход в коммунизм Куда более Как бы успешно В том смысле Что поэтому как бы Все 90-е про это Как бы ну Замолчали так серьезно Ну вот Ну Что там произошло в нулевые Это как бы Уже не нам судить Там еще должно быть Пройти какое-то время Но в целом Это какая-то Такая Ну Всегдашняя Энергия Сопротивления что ли И как Какого-то Такого Высшего безобразия Которая 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 Все и определила И она Тут Мне кажется штука в том Что Ну вот И все эти как бы старые Много раз проговоренные вещи Что там Билетов это в принципе Ну это объединение Как бы Здоровье Болезнь Да как бы Победа Поражение И так далее И так далее То есть в общем Это все такие Ну он Встраивается скорее В какие-то Традиционные Культурные формулы Ну то есть в общем-то Это все Не знаю Как у Диккенс Ну как бы Когда он пишет Что это одновременно И Весна надежды И зима отчаяния Вот это как бы Собственно как бы И есть Про Егора Летова Потому что ну как бы Возьмем песню Мы будем умирать А мы наблюдать Ну это же такой Абсолютный марш энтузиастов Да И вот на этом Вот на этом топливе Все и работает Да Или когда он тебе В интервью говорил Что песня Родина Это не про то что Не про то что Родина поднимается с колена Про то что Как бы мы в глубокой жопе Ну да да Ну это как бы Мне кажется Это вообще не должно Никого волновать Ну и так и так Ну вот А что ты про него думал Или думаешь сейчас Как про поэта Ты воспринимаешь его Как поэта Вот отдельно от музыки Отдельно от всего Нет Я вообще Я вообще В принципе это все Не люблю Ну поэт Книжки пиши Это тоже Какая-то попытка Загнать его В какое-то отдельное Отдельное гетто Мне кажется это абсолютно Как бы В первую очередь музыкант Там и так далее И так далее А ну Ну как бы это все Ну Нормально Ну в общем я не Не по этой части Мне кажется здесь филологию Нужно как бы Немножечко в сторону отодвинуться Вообще Ну вот человек ушел из жизни в Ну вот Сколько 43 же года было Да То есть Там Моложе чем я И скоро уже моложе чем ты Сделал дикое количество всего Просто По По объему Звукозаписи Так сказать Вот при этом Если посмотреть на На интервью На На то что он о себе говорил На то что он о себе писал То оказывается что Ну он еще Через себя какое-то дикое количество всего Пропускал Просто какой-то информации И Вот как он все успевал Ты же Ну там Один из немногих людей наверное Который видел как он живет Как это все устроено Как он столько всего успел Ну как Не ну Ну что ты Ну то есть это в принципе Я не знаю Это все Все те дни Когда мы там с ним Когда мне там Доводилось и Посчастливилось общаться И все такое прочее Это были абсолютно Да Ну как Ну его безусловно Это как бы Это бесконечные эти Утомительные гастрольные графики Угу А так Ну что значит все успевал Он Мы с ним болтали в основном Про всякую какую-то ерунду там типа Условно говоря Вот Его всерьез занимало там Типа вот Там Прочел там роман ЖД Что интересно Куда так сказать Дмитрий Быков определит меня Вот Он меня наверное не очень любит А А вот Мне все-таки интересно То есть Какие-то были всю жизнь Какая-то такая вот Вот Бытовая возня И в общем Он не производил впечатления Какого-то Дико занятого человека Да и И Мне кажется что как раз А Все альбомы которые он списал Они были Они как раз Подчинялись Какому-то такому Единственно верному ритму И Вот Нельзя было вклинить там Вот еще один То есть как бы Сказать что вот между звездопадом И невыносимой легкости бытие Вот хорошо бы так сказать Еще что-нибудь Нет Для тебя есть в этом Какая-то цельность да Вот Тебе не кажется что это Разные группы там В разные периоды Это Это все Вот Там Посева До Зачем снять со сны Это все Про одно и то же Нет Мне кажется Мне Это исключительно мои домыслы Но мне кажется что Просто по характеру ему было проще Организовывать какой-то свой быт В том числе и музыкальный Тем или иным образом Ну в том смысле что Ну конечно же там Лучший тандем У него был там с Кузьмой В смысле с Рябиновым А дальше уже как-то там Ну что он Ну я так немножко Как бы в курсе там Последних каких-то его дел Именно там Ну как бы Ангажирование музыкантов Там рекрутирование А дальше уже там Ну как Как пришлось Но В целом это все конечно В любом случае Какие-то такие огромные Бесконечные сольники То есть это не И Это опять-таки Вопросы характера Я не хочу совершенно Никого обидеть там И так далее и так далее Ну понятно что например Там последние там Ну то есть Может быть И концертные Как бы и альбомные варианты Там последних нескольких альбомов Можно было сделать там Значительно круче При его При его имени и так далее И так далее и так далее Но Он Настолько не хотел Как бы каких-то новых людей Каких-то посторонних То есть Вот Правда Это был не тот человек А вот Честно возьмем Там ангажируем Какого-нибудь там Не знаю Скайпача или трубача Или что-то еще Ну это Для него конечно Было смерти подобно Вот с каким-то Поэтому вот Все сложилось как сложилось Вот видно Ну понятно что Человек он был Довольно самодостаточный При этом Ну вот Мне сложно представить Каково это Ну вот Двадцать лет просто В какой бы город Ты ни приехал Своё имя на стене На любой написанном Или Ну вообще Быть Объектом Какого-то повышенного Публичного внимания Вот он как все это переносил Это абсолютно Необъяснимая история Потому что Человек который ходил По улицам Там в бейсболке И вообще То есть В общем как бы То есть Стараясь не соприкасаться Ни с кем как бы Лишним и посторонним Человек который при этом Насочинял такие тексты И был вынужден Какой-то Ну просто Сам себя вынудил Выходить на сцену И вот все вот это устраивать И через себя Прокручивать Это и есть как бы Самое настоящее Чудо и диво Потому что Это на самом деле Необъяснимо Потому что Он был веселый человек Он был веселый человек Вот про него принято Как-то тоже считать Что он Что вот это такой Ну вот пророк Там Визионер Ну вот что-то такое Большое Серьезное Такой вот Лев Толстой Да А Он в жизни был таким Абсолютно нет То есть Это веселей Это веселейшие Какие-то Я вспоминаю только веселейшие Какие-то посиделки Поэтому Иной раз когда меня спрашивают А вот что там То есть я Мне честно говоря Даже и вспомнить нечего Потому что как-то Болтали Веселились Смеялись Кстати Не пили Ну в смысле Я-то пил Но я Вот чтобы То есть за все это время Мы один раз там Только напились Плотно В Нью-Йорке А так В общем нет Нет-нет-нет Когда Когда он То есть Он Естественно Поначалу всегда смотрел Букой И вообще вот этот вот образ был Но Когда Он Понимает Понимал что Вокруг В общем Все Устаканилось И вот так называемые Они Не наблюдают Угу То это были лучшие там Дни и вечера в моей жизни Ему нравилось за границей? Где ему было хорошо вообще? Да, да Его любимый год Сан-Франциско Сан-Франциско И он хотел туда переехать И И Заниматься Условным там Спасением Животных Ну Вообще Работать в этой сфере Это то, о чем он По крайней мере с его слов Серьезно? То есть да Это то, чем он хотел заниматься И Вот это все Нью-Йорк ему кстати не нравился Но в целом Но в целом конечно Да Сан-Франциско Калифорния И вообще он был очень западный человек И как бы и музыка То есть он Он Ощущал себя как Настоящего Наследника Вот Всей этой культуры То есть Ну Скажем так Он был То есть это Чтобы понимать Егора Чтобы понять Егора Летова Нужно слушать Группу Love Да Аня Александра Пошлачева При всем уважении Это Вот это оттуда И я Я вспоминаю всегда То есть Вот Его любимую песню I will always see your face Love Вот Вот Чтобы понять Егора Летова Вот это вот туда Это туда Это как бы Калифорния Это Сан-Франциско Вот это вот все туда А не какой-то там Сибирский панк И И А это таки Может и не Александр Бушлачев Ну Не правильно понимать Как ты думаешь Он был бы сейчас В фейсбуке Вот как бы он смотрел На все это Вот эту Вокханалью Общение Которое Нас всех захватило Публичности Я думаю Нет Просто потому что Тут Тоже надо понимать Что вот это все его как бы Я не говорю там про ранние годы Естественно Но вот уже там типа нулевые годы, когда спрашиваю, что там? Проблема в том, что я не то, что там не хочу играть там на нашествии, что у меня какие-то проблемы, там, не знаю, в смысле какие-то претензии там к идеологии нашествия. Мне абсолютно наплевать, где играть, что я готов играть для всех. Просто я не хочу играть на фестивалях, потому что там общие гримерки, и обязательно какая-то сволочь зайдет, вот эти будут общения, вот эти, ну что, а вот АТК, а вот, или там, вот сейчас Шевчук позвонит, или там, ну вот вот этого всего он боялся. Ровно этого, каких-то вот таких просто вот хотел, чтобы его оставили в покое. А типа там вот многие думают, что нет, там, дико, он как-то упертый человек, который ни в коем случае там. Да нет, конечно. Поэтому Фейсбук, я думаю, что конечно, это не для него. Сейчас же мало кто помнит, но был же исторический концерт, когда оборона, Ленинград и аукцион, кажется, играли на одной сцене, да? Да. Это что символично в городе Нюрнберге, кажется. Да-да-да. А как... Аукцион там, по-моему, не было, по крайней мере, они были, по-моему, в другой день. Такой лайнап мечты. Вот как Летов, там, Шнуров, Федоров относились друг к другу? Насколько они или относятся сейчас? Слушай, ну мне так сложно говорить там за них, за всех троих, да, ну, скажем так, как бы с уважением и почтением. То есть я не вижу тут никаких противоречий. Ну, скажем так, Летов определенный, поскольку мы говорим о Летове, Летов всегда говорил о Ленинграде с некоторым уважением, то есть ему это правда нравилась, эта история, он не очень понимал, в чем она закреплена, то есть это вот, это для него. Ну, а с Федором, сто лет назад они записывались на той точке. Ты, так уж получилось, наверное, ну, вот единственный человек, который, там, имеешь полное право написать про Летову книжку или составить про Летову книжку, или сделать там какой-то том разговоров, не знаю, чего-то. Почему это у них случилось? Почему ты не хочешь за это браться? Потому что мне не хочется делать, у меня такое чувство, что я, как бы, делаю что-то за его спиной. Мне, правда, не хочется, потому что мы договорились, как бы, делать книжку вполне определенного характера, которая должна была состоять из, как бы, наших с ним разговоров, ну, там, а-ля, там, типа, ну, приведу пошлую аналогию, там, Волков-Бродский, да. Ну, что называется, ну, каков Волков, таков и Бродский. Но и все, и, там, за несколько дней до смерти он мне позвонил, говорил, что приезжай, вот, все, будем ее делать и писать. Поэтому я как-то... Нет, я не... Ну, правда, у меня есть ощущение, что я что-то делаю его за спиной. Я даже сейчас сижу, и мне кажется, что это уже какая-то странная, что-то я болтаю, болтаю, и мне вот все... Кажется, что как-то... Как вот в Омске однажды я просыпаюсь, того, что там Егор меня будит, как бы, и помахивает бутылкой водки на березовых бруньках. Говорит, вставай, я уже принес. Сам, кстати, не пил тогда. И вот это все вот... Вот ровно такого типа ощущения, что... Что-то я тогда думаю, ну, может, действительно, не надо. Не буду за его спиной, что-то делать нехорошо. Вот мы вчера смотрели концерт, последний концерт в Екатеринбурге, который был, получается, 10 лет назад сыгран и снят. Ты сейчас как на него, какими глазами смотришь? Ну, грубо говоря, там, вот... Смерти и прошедшие 10 лет, они для тебя что-то... Что-то изменили, что-то переиграли, что-то открыли, там, или заново, или закрыли, в том, как ты его воспринимаешь. Да, хороший был концерт, и... Не знаю, я думаю, что нет. Я думаю, что это как раз вот... С летом такая история, что это какая-то странная, такая... бесконечно длящаяся константа. И вот это так... Какой-то вот... Как вот, там, не знаю, в 15... Ну, не знаю, не помню просто... Как-то вот это тебя подхватило, и вот это такая... Одновременно и радость, вот весь такой марш энтузиастов, который при этом был помножен на то, что... Гёте называл, да, вот священной серьезностью, какой-то священной серьезностью, которая вот вброшена в жизнь. И это все сохраняется, и поэтому я вчера смотрел на этот концерт, это вот... Это реально, то есть вот те же мои ощущения, там, 90-го года, и так далее, и так далее, то есть вот это как раз странно, что это продолжается, 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 и это такая... Циклическая совершенно история, которая как раз вечное возвращение. Да, но вечное возвращение, оно там немножко не то, потому что вечное возвращение, там возвращается все, но возвращается не то же самое, то есть как раз вот... Нет, а тут как раз это да, не вечное возвращение, это просто какая-то вот... какая-то странная кольцевая линия. Я, кстати, первый раз встретил Егора Летова на, ну, живьем, на кольцевой линии в метро, там, где-то в середине 90-х. Просто спустился в ночи. И вот я сажусь, и в вагоне смотрю, и напротив сидит Егор Летов. Мы так прокатились куда-то, он вышел откуда-то, он вышел где-то на Брынское, я на Павелецкое, но тем не менее. И это, да, это вот какие-то такие кольцевые штуки. Как, ну, все идет по клану, без этого, ну, как-то никак нельзя, это, в принципе, ода всей русской, да, в общем-то, нашей общей действительности, которую воспринимают как, опять-таки, зачистую монету, хотя это аллегория, и тем слаще ее воспринимать, метаться от одного понятия к другому. Вторая песня — это инструментал, это об отшествии преподобного. Ей заканчивается лучший альбом бароны «Сто лет одиночества», и, строго говоря, это, ну, как бы, такая пронизывающая тема всего этого альбома. И мне кажется, что ничего лучше вот той околосекундной паузы между последним стихотворением и началом этой вещи, в принципе, ну, в музыке, по крайней мере, по крайней мере, 93-го года, когда все это вышло, не было. Песня «Самоотвод» — такая, в принципе, характерная для леттого преисполненная каких-то там самоубийственных иллюзий и так далее, и так далее, но при этом спрятанная в наследии самой обороны, такая какая-то, что-то непонятное, но по-настоящему такой хитовый боевик. «Сияния» — «Вещи с последнего альбома», тут нечего сказать, просто большое завещание. «Лед под ногами майора» на вечное заклинание любого какого-то тоталитарного и околототалитарного на наскока сверху, которое в нашей стране всегда, видимо, будет, и никто лучше Егора не сформулировал вот этот вот странный выход из него. «Пока мы существуем, и будет злой гололед, и майор поскользнется, майор упадет». Мне кажется, что самая лучшая песня — это вот эта пятерка. Вот. Вот они. «Адлия» — конец. «Адлия» — Продолжение следует...